Как женщине определили, что надо выходить замуж за этого персонажа? Готов для нее меняться. Правильный ответ, но не полный. Может церпеть недостатки. Мы стали отходить от правильного ответа. Она принимает его недостатки. Она принимает его недостатки. Ну то есть мужчина сидит, она принимает мои недостатки, надо жениться. Это то же самое. Главное в семье. Продолжение. Никто не говорит, что это не главное. Вернее, что это не важно. Но это реально не главное. Прям сидит и говорит, надо выйти замуж, потому что смертность. Рождаемость ниже, чем для целых шестьдесятых. Что вы сказали? Готов делать поступки. Давайте еще запоминать. Слушать ее. Еще какие версии. Насколько женщина готова измениться, чтобы воспринять это у мужчин такой, какой он есть? Женщина? Ну то есть вы вопрос слышали? Сидит мужчина, или женщина сидит и говорит, надо же выходить замуж. Насколько он готов измениться? Это очень сложно. Очень сложно. Но пусть так. Пусть так. Он ее любит. Он ее любит. Любит. То есть мужчина тебя любит и надо выходить за нее замуж? Какой? 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 Главный признак того, что надо выходить замуж за мужчину. Хочет сделать ее счастливой. Хочет сделать ее счастливой. Хочет сделать ее счастливой. Готов брать ответ. Вот все, что вы сказали, вы еще сутью можете назвать. Это все будет правильно, но не полностью. Чтобы вот это все он сделал, ему должно нравиться для тебя меняться. Если мужчине нравится для тебя меняться, вот это все он сделает. Если он даже просто готов меняться, заметь, никто тебя не слушал. Это же был почти правильный ответ, да? Почти правильный. Ну все начали про продолжение рода, там еще про что-то такое. Женщина видит, что мужчине нравится для нее меняться. Вот все, можно выходить замуж. Если ему нравится меняться, он все остальное что сделает? Потому что чтобы сделать ее счастливой, нужно быть каким? Будь смелым, надо быть решительным, нужно быть каким? Щедрым, нужно быть внимательным. Это значит мужчине нужно меняться. Потому что в свободной ситуации, то есть без женщины, мужчина не склонен быть щедрым. Ну кто, просто щедрый, просто так. Сидит, сидит. Люди, кому бабки надо, хочу щедро раздать? Ха-ха. Никто, никто не сделает. Надо взять как ответственность за кого-то. Надо быть терпеливым, надо быть внимательным. Зачем? Пока нет женщины, мужчина делать этого не будет. Это не свойственно. Он не будет говорить, что он жадный. Он будет говорить, я домовитый. Я не транжира просто. И он будет так. Вот о чем мы говорим, когда говорим про терпение. Было ли понятно? Нелегко было. Нелегко. Завтра приходите раньше, дорогие друзья. Особенно кто опоздал. Мы начнем с вопросов. Потому что когда я просто отвечаю на вопросы, мне легче, чем доносить какой-то материал. Когда ты отвечаешь на вопросы, ты выбираешь какого-то человека. Вот она есть, я ей отвечаю, а остальные садятся, высаживаются, заходят, выходят. Вот так.